Это красная книга, причем именно Приморского края. Многие полагают, что это просто справочник или какой-то сборник, но по факту она основной государственный документ, учрежденный в целях выявления редких и вымирающих видов животных и растений. Впрочем, именно этот экземпляр 2005 года уже давно просрочен. По закону книга должна издаваться каждые 10 лет, и редкие виды уже три года ждут обещанного. Приморский край для него, что для животных и растений суши, что для морских, красная книга, это крайне актуально. Тем более сейчас, в последние годы, когда у нас ведутся многочисленные стройки, планы громадьев, да, это строительство мостов, вкат, это порты, угольные терминалы, нефтяной завод. В первом томе региональной красной книги только на 2005 год было собрано 283 вида животных. Это и леопарды, и тигры, и различные виды птиц, моллюсков и рептилий. Ученые уверены, что за прошедшие 13 лет проблем в крае только прибавилось, и в их числе не только антропогенные факторы, но и некоторые законодательные инициативы. Плюс вот раздача этих гектаров бесплатных. Приезжали люди с Лукьяновки, с Анисимовки, то есть Шкотовский район. Они привозили немало материалов, выступили с докладом. У них за их селами раздали бесплатные гектары. Некоторые уже перепродаются, то есть, оказывается, бесплатные можно продать, как ни странно. Идет вовсю вырубка деревьев. Профессор вовсе не преувеличивает. В начале 20 века эти места носили китайское название Кангаус, что в переводе означает «теплая долина». Это не только отправная точка для туристических маршрутов, но и средоточие богатейшей флоры и фауны. Там редкие виды птиц. В верховых там некорбиоты обитают. Это растение только там обнаружено. То есть, вот в Красной книге, конечно же. Там есть и тигры, и раньше обитал леопард. Это вот только животных суши я перечисляю. Растение там немерено. На сегодняшний день около 750 видов животных и растений только в Приморье официально считаются редкими или находящимися на грани безвозвратного исчезновения. Однако ситуация усугубится, если не будет энтузиастов, которые своими исследованиями и инициативными действиями помогают сохранить дикую и беззащитную от влияния человека природу, в том числе составляя такой важный документ, как Красная книга. Евгений Черемухин, Дмитрий Сухоруков. Новости на восьмом. Редактор субтитров А.Семкин